Фу, такая парилка, капец. Окна открыла, здесь всё это... Нажарилось. Ресницы я что-то мало накрасила, мне кажется, два слоя. Я обычно три там, знаете, наваскиваю. Ну всё, в общем, сейчас сначала едем в СДЭК. Там уже к соседям зашёл прям в отбор и... Что-то я включаю снимать, он у меня, это, вылетает. Мужик, говорю, на, ну и что-то, зашёл к соседям. Значит, сначала в СДЭК мы забираем с вами посылочку ароматы УСА. Там ещё, помимо УСА ароматов, там вот я всё давно хотела, знаете, как они называются? Ну, какие-то вот такие вот маленькие. А потом едем на... Едем в Валберис. У мужа какого? Седьмого день рождения пришла СМС-ка, в общем, в ленте 15% скидка. Ну, мы вдвоём вечерком съездим, там мясо купим, такое всё. Вот. День рождения мы решили не будем отмечать. Ну, как бы, ему на работу на следующий день. Ну, как бы, нет смысла. Звать гостей, там, знаете, накрывать стол, не знаю, коньяки покупать, там, шашлыки жарить. Хотя это, ну, если день рождения идёт речь, вот, днём рождения, то это где-то 5-6 килограмм мяса на шашлык, ещё там плюс-плюс. Ну, если я прям собираю гостей, ну, там, человек 9 вместе с нами, да, то это у меня там три салата обычном, там, майонезных, вот этих вот. Короче, я говорю, я не хочу вообще ничего готовить. О, женщина едет. Здрасте. Что хотела? Наверное, у меня что-то хочет. А, это почти лучше. Я думаю, что за... О, у неё модный этот какой-то. Сейчас вам покажу. Этот электрический, что ли? Ага. Это я мухарвы оставила. Вот такая. И помчала, и помчала. Это наш песок. С щебнем на забор строимся. Угу. О, сейчас мой этот заберут мусор. Вот. Ирма гавкает, видит, что мусорщики едут. Вот так вот у нас работает жекиха. Жекиха. Вот так. Я забыла, девчонки, что я вам рассказывала, значит. Ирма! Значит, что я вам рассказывала? Смотрит на меня, видит, что я снимаю. Что-то у меня это, стекло надо протереть. Поворотник включила. Поворотником стекло не протрёшь. О, сосед в труселях. Нормально вообще, девочки? Треш-контент, слушайте. О, сосед в труселях. Кстати, вагнеровец. Только вот, я не знаю, недели две-три назад пришёл. Машина, что ли, продаёт? Ага. А ну-ка, а ну-ка. Так, продажа состоится или нет? Слушайте, девочки, меня посадили подслушивать, а я подсматриваю, да? Ага. Всё ясно. Короче. Это платный контент, мужики в трусах. Чё я вам рассказывала? Неважно, всё. Я, наверное, уже охладилась. Чё я? Сижу. 22 градуса. Давайте 21 сделаем. И мы поедем. Короче, ещё там вот эти вот какие-то духи. Они, знаете, чё там аналоги на Джо Малоны. А это же как раз летняя классная. Я так хочу. Так хочу. Дальше. Потом вещи заберём и всё. Там ещё есть губная помада. Я потом... Я посмотрела. Всё, девчонки, поехали. Поехали кататься. Ту-ту-ту-ту-ту. Я думаю, что ж так жарко. Я вышла на улицу. 38. Ужас. Что, посылочка у меня. Ароматы будем распаковывать. Приглашаю всех на бусте. Окей. Я дома. Поехали. Это протеин. 65% белка без сахара в составе витамины В, С, Д и минералы. Короче, буду ужинать. Просто пить. Салфетки, значит, для депиляции. Что у нас тут? Ещё, 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 ещё. Помада. Я давно смотрела на этот цвет. 506. Люкс-визаж. Значит, это матовая помада. В общем, хочу что-то поярче. Мне казалось, она более красная, кстати. Такая ягодная, видите? Вот хочу что-то не красное, не фуксия, да, не малиновое, а вот какой-то такой вот поярче цвет всё-таки хочется. Хотя, ну, в общем, вот такая помадка. Ну, я бы взяла чуть-чуть больше с краснинкой. Ну, ладно. Это тоже хорошее. Ну, надо нанести, накраситься и посмотреть, как на мне будет смотреться. Почему она матовая? Она не супер-тайматовая, или она потом как-то устаканивается. Значит, шампунь и бальзам для окрашенных волос, потому что у меня не было. Там ещё, кстати, уже, не знаю, скоро, как сутки идёт с Ростова, главное, уже отгружена, в пути, и всё, нет, может, что-то случилось с машиной, конечно, доставочной. Сейчас скажу. Какой-то бренд испанский. У меня есть маска, жёлтая, такая оранжевая, с кератином, буква К такая, зелёная нарисована. И, в общем, я зашла туда, а я что-то сделала после, по-моему, обесцвечивания этой маской, восстановления, да, такое, а-ля, кератиновое. Волосы, они у меня такие тоненькие стали, они всё-таки, знаете, как наполнились. Я думаю, о, надо вообще ей пользоваться. Думаю, почему я ей раз в месяц пользуюсь, только после окрашивания. И смотрю, её уже всё равно половина, уже у меня нет. Зашла, посмотрела на этот бренд, а там такие скидки бешеные. И я себе заказала от этого бренда, от испанского. Но он считается как бы профессиональный, но я думаю, что такой дешёвенький, знаете, как наша стель, может, как-то так, Уолин, ну, вот такое. Почти масс-маркет, да, скажем так. И там шампунь литр 250, что ли, заказала там вообще что-то, ну, прям очень дёшево. И кондиционер литровый заказала. И, в общем, жду. Уже вот в 6 вечера будет как сутки, сейчас без 15.3. Как едут. Как они едут. Короче, вот этот бренд, не знаю, как называется, Этин, Этин. Я смотрела, когда видеообзоры всякие разные, там, в общем-то, маску от этого бренда хвалили. А это как бы шампунь для крашеных волос. Тоже достаточно сейчас на ценники такие неплохие, на ВБ. Я помою голову, посмотрю, если ценники ещё будут нормальные, то я закажу себе не 250, вот как этот шампунь, а пол-литра. Пусть будет пол-литра, да? Ну да, 500 миллилитров. Что я перегрелась, короче. Ну, он такой прозрачный, чуть-чуть жёлтый такой, ладно, прозрачный. И я ещё даже, когда в салоне работала, у нас, девчонки, накупили вот таких вот бальзамов, шампуни от Teffia. Это бальзам для окрашенных волос. И вы знаете, вот краску я тоже себе заказала. я ещё не использовала краску, но я за... пахнет хорошо. Как-то парфюмерно, цветочно, свежо, как-то чуть-чуть мыльно. Прям хороший такой на лето, такая, знаете, обливашка был бы, аромат. Но я заказывала маску для тонирования волос, для блонда. По-моему, жемчужный или что-то такое. Она как тонирование вообще почти нифига не тонирует. Но она такая, знаете, прям увлажняет неплохо. Ну, такая, конечно, с силикончиками, ну, там и... Что там ещё? И шёлк есть. Ну, в общем, волосы неплохие. Я подумала, что, ну, все смеются, а мне, походу, бренд этот подходит. Ну, потому что, если что-то я одно пользуюсь и как бы... Ну, не вау-эффект, но прям очень даже, то, скорее всего, это, в принципе, мой бренд. Вот. В общем, заказала я себе ещё и бальзам. В общем, как-то я в разнобой, но решила вот для окрашенных волос взять шампунь и бальзам. И вот я один раз уже помыла голову после окрашивания. Ну, вот хотя бы раза три ещё мне нужно помыть голову, чтобы цвет вот так быстро не смывался. Для этих целей я и взяла. Дальше я взяла такую интересную маечку. Можем, кстати, с вами сейчас её померить. Такая она, знаете? Такая. Такая. Интересная. Интересная. Такая. Там была чёрная, цвет хаки. Чё-то я решила хаки, знаете, взять. Вот под что её носить? Ну, под чёрные шорты, под даже голубую джинсовую юбку, под голубые шорты, мне кажется. Да? Не знаю. Как-то чёрная-чёрная. Мне очень нравятся блондинки в хаке, когда такой, знаете, бронзовый, такой блестящий смоке. Мне кажется, это так красиво. Особенно зелёные глаза, как у меня, как у меня. Вот. И платье. Девочки, это платье. Я давным-давно хотела. Короче, я не знаю, по каким причинам я его не покупала. Хотя я знаю. Это, знаете, что за бренд? Вот этот вот. Вот этот вот бренд. У меня шорты розовые, чёрные, такие, ну, как классические, да? Есть такие пудровые, чёрные. И платье жёлтое, как футболка, с V-образным вырезом. Чёрно-белые здесь, как такие вот полосочки с жёлтым. Такой контраст классный. Ну, бренд, я не скажу, что прям дешёвый или дорогой, но платье стоило 3 600. Вот так. Вот как бы вот 4 200. Вот 2 года я на него смотрю, и вот такая вот цена муха. И тут, значит, я смотрю, у него ценник 2000. Две с копейками. И всё. И, короче, судьба была предрешена. Ну, обычно я ношу в этом бренде 42 размер, поэтому я сразу взяла 42. В принципе, ну, здесь такие вот там какие-то валанчики-фиганчики. всё это не в этом прикол. издалека это платье смотрится, сам принт, как будто непонятно, как леопард, ну, не леопард, а вот какой-то как будто анималистичный принт. А на самом деле это просто цветочки. Видите? Вот, короче, я вцепилась в этот принт именно. Ну, на мой взгляд, он какой-то такой, знаете, двойное дно, да, вот как-то так. В общем, сейчас я его надену, посмотрим. Смотрим. Как вам? Оно такое коротенькое. С платы юпичка. Ну, под юпичек вообще коротенький. Такое оно невесомое. Мне почему-то нравится вот этот вот принт. Там ещё есть платье от других оттенков. Там именно такие, ну, явные цветы. Там, по-моему, какой-то розово-красный, а в белый рубчик. А фиолетовое есть цветочное. Ну, может быть, ещё какое-то. Вот здесь сейчас, ну, может быть, уже, они, знаете, бывают, сделают скидку, потом резко поднимают там, ну, обратно до 4 тысяч. Даже за тысячу шестьсот пятьдесят были платья. А вот это за разы-то, ну, две двести всё равно. Короче, скотиняка всё равно дороже остальных. Но вот этот вот принт мне так понравился. Ну, и, в общем, знаете, мне за три семьсот как бы купила, да? В этом году это первое платье. Как вам? Та-дам! Та-дам-та-дам! Ту-ту-ту! В общем, вот. В общем, в общем, в общем. Так, ну, она, конечно, короткая. Ну, и нечего нагибаться, да? Всё, в общем, сейчас я померяю вот ту кофточку. Так, кстати, шорты, которые я подшила, вот эту вот штуку, я рюшку убрала, костин. Видите, они такие как бы удлинённые. Слушайте, вот сейчас я их и буду таскать. Удлинённые такие, да? Широковастенькие такие, чуть-чуть. И прям комфортно. Отлично. Ну, и вот эта вот ковтушка. Давайте посмотрим на ковтушку, на вот эту. Вот такая она, да? Немного секси-шмекси. Между прочим, если вот сюда надеть какие-то шорты покороче, да, такие прям, вот такие, будет уже прям, ну, совсем не ась. А вот эта прям мне нравится. Посмотрите. Под лицо всё, к лицу, нет? Мне кажется, нормально. Причём, как бы, это сорок четвёртый размер. Вот здесь у меня как-то, знаете, что-то это. Это в плотничку. Ну, может, специально, чтобы она не свалилась, не съехала вот эта штука. Что здесь она как бы более или менее, ну. Ну, и здесь, видите. Мне, короче, это, ручищи толстые, я поняла. И грудь. Хотя её нет, это поролон. Надо без поролона без галтера купить. Сразу похудею. Всё. В общем, такие дела. Ну. Мне нравится. Мне нравится. Главное, чтобы мне нрав. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Давайте помаду посмотрим. Как на меня она выглядит. О, да, такая сразу. Хорошая косточка. И че. Какой красивый цвет. Она потом матовой становится. Такая вот. Вот эта муха меня заколебала. Две. Обе-две. Нет, нет. Не найду я. О. Да? Чуть-чуть так вот светловато. Как вам вот это хаки? Мне кажется, нормально. Вот особенно, когда блонд, как мне нравятся волосы блонд, лето, слегка прибронзировано, да, кожа либо чуть-чуть подзагорела, либо вот здесь вот там, ну, и бронзеры такие освежающие, такие розовые, румяна. Значит, ну, именно светлые, либо голубые, либо зеленые глаза предпочтительно к хаки, ну, для меня. И вот, знаете, а-ля типа металл хайп какой-нибудь, такой металлизированный темный оттенок, такой коричневый или какой-то даже такой коричневый, ну, не знаю, там, серый, какой-то сложный такой оттенок. И вот на растушевку, да, вот такая, получается, такой взгляд, знаете, с поволокой, такой томный. И вот эти вот глаза, они выделяются же, и вот этот вот оттенок тогда хорошо. Но если еще, конечно же, нужно подбирать цвет губ. Абы какие губы не надевайте. Подбирайте губы. Помаду надо подбирать. Губы подбирайте, да. Ну, чтобы, понимаете, лицо все-таки было, ну, освежающим, да. А хаки оно такое милое. Но если это красиво обыграть, то это, ну, на мой взгляд, даже как-то так дорого и интересно смотрится. Потому что хаки мало кто носит. Его боятся этот цвет, считают, что он, ну, типа, что такого, хаки-хаки, ну, мол, какой-то темный там, некрасивый. А мне вот прям очень даже. Так, ну что. Значит, вещи мы намерили с вами, да. Какая-то я как тетка взрослая, слушайте. Значит, вещи я померила. Это полоски восковые вот эти вот. Ну, не будем сейчас пробовать. Ну, и все вроде бы, да. А, ну, все, показала же. Шампуни. И вот эту вот фигуру. Это я хочу, когда я не добираю... Ну, я сейчас уже не вписываю, что я там ела, что не ела. Бесполезно. Все равно жур как лошадь. Как мерник. Кстати, у меня рыбка сдохла. Надо ее вытащить. Когда вечером я смотрю по калорийности, у меня много жиров, много углеводов, мне нужно белок добрать. И вот я буду на вечерочек, в общем, буду добирать белки вот таким образом. И когда у вас даже перебор по калориям чуть-чуть, но у вас белки в норме, то вы все равно, ну, либо не будете поправляться, либо, ну, то есть будет вес держаться. Я это проверяла, реально это работает. Либо даже один фиг вы похудеете. Ну, если вы немного перебрали там, вместо там... Вот у меня, допустим, по-моему, 1200 или 1300 калорий мне можно есть. У меня иногда завтрак. 1300 калорий. Ну, ладно. Вот такая вот я. Да, сейчас давайте рыбку посмотрим дохлую. Или зачем она вам надо. Ну, и на этом все. Так, вон она, видите, валяется. Сейчас я ее достану, пойду руки помою просто. Ну, просто в воде. Вот это гурами моя. Все. Ну, я видела и месяца два-три, что ей было как бы не очень. Одна уже умерла. Муж говорит, это вторая скучает. Я говорю, да нет. Начала гуглить, почему они могут, ну, от чего и как они там вялые болеют. Там на, ну, она часто лежала на, внизу. Ну, потом поплавает, поплавает и обратно наложится. Как бы, ну, рыбы обычно не ложатся. Ну, и, в общем-то, знаете, либо какая-то болячка, либо они в среднем живут 5-6 лет. Нашей уже 6 с чем-то было. Так что я думаю, что просто время пришло. А я одну новенькую гурами купила. Вот она. Придется еще покупать. Наверное, штуки две куплю, пусть их будет три. Это вот такая же. Такая же вот там уже здоровая и дохлая. Вот тоже у нас скалярка одна это приставилась. И вот я две маленьких купила. Где вторая? Вот она маленькая. И вот. Нет, это нет. Господи. Ну, ладно. Ну, в общем, надо тоже штуки две гурами купить. Вот. В общем, загадывайте желание. Золотая рыбка все исполнит. Ну, а мы с вами увидимся. Когда увидимся, тогда увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok